Симуляторы В Германии, то ли еще где-то, они были, конечно, неплохи, но сегодня мы, по крайней мере, сделаем свой первый шаг к тому, чтобы запустить космический шаттл, и играем мы сегодня в гигантские машины, идеальное просто радио для сегодняшней работы на этом экскаваторе, или что это такое? Край... херня! Огромная херня! Друзья, здравствуйте всем, сегодня пятница, слушайте, я даже из машины не хочу выходить. Та-да! Ладно, все. У меня нет тела, у меня нет ног, я, кажется, невидимка, и все это вызывает, знаете, вопросы, подозрения, но рядом с нами есть вот эта огромная херня, как я ее уже обозвал, так, в принципе, можно на борту и написать. Огромная херня. И сегодня мы ею будем оперировать. И вот это вот, без этого, то, что у меня в руке, как у меня руки дергаются. Кажется, я резиновый. Какой-то перчевый водитель огромной херни. Вот, без этой херни работать ничего не будет. Окей. О! Ей! Отлично сработано, я вижу, что вы отлично справляетесь. Эй, попытайтесь остаться в живых, присоединяя провода к двигателю, будучи 100 метров на земле. Эм, чё-то мне не нравится это. Я... У-ху-ху. Я должен залезть вон туда. Ну, погнали. Блин, понимаете, это ударажит воображение на самом деле. Эм... У меня есть даже такое небольшое ощущение, как будто я захожу на борт огромного космического шаттла какого-то. Собственно, его мы и будем запускать И он тоже будет огромным Но, я не знаю, какой-то крейсер, знаете Вот что-то, что-то вроде этого И я сейчас им буду управлять Блин, где эта игра была раньше? Но, на самом деле, хорошо, что эта игра появилась уже Черт побери, мне даже не терпится как можно скорее забраться наверх Единственный минус Вот, знаете, уже не 10 баллов из 10 А 9 баллов из 10 я дам этой игре Только потому, что... Только потому, что нельзя с собой радио носить Вот нельзя с собой взять радио и включить Что-нибудь из Чайковского Я думаю, было бы прикольно Вообще, здесь радиостанций очень много Помимо... Помимо непосредственно... Я надеюсь, мы здесь заберемся Нет, не туда Непосредственно классики Которые, конечно же, шикарны А здесь есть еще и... Ой, черт возьми Здесь есть огромное количество разных других радиостанций Но я их послушал И, знаете, там качество оставляет желать лучшего То есть, очевидно, разработчики игры хотели добавить сюда Музыку эксклюзивную Которая бы не нарушала чьи-то авторские права Поэтому они покупали Права на использование И... Поскольку им нужно было очень много песен То и... Знаете, бюджет, видимо, не самый... О-е-е-е-е Не смотрите вниз Не самый большой бюджет был То и купили они Ядрен батон То и купили они не самые лучшие песни Ну, вы понимаете, да? Поэтому мы сегодня, пожалуй, будем слушать классику Охереть Как пасеньки, шапка Прежде чем приступить к следующему шагу Сначала необходимо включить электромеханические преобразователи Перейдите на главную платформу и включите их Электромеханические преобразователи Понял Я... Подожди Я вот не способен по лестнице даже толком спуститься Но... О-е-е-е-е-е Вот не советую вам так спускаться в реальной жизни Ну, что такое электромеханические преобразователи, это, конечно, я знаю Вообще без проблем Можете даже не спрашивать у меня, получал ли я хоть какое образование Или специальность Лучше не спрашивайте Лучше доверьтесь моим инженерным инстинктам Навыков нет, есть инстинкты Сегодня они нам и помогут Так Нам и помогут, хотел сказать, я Так, электромеханические преобразователи Я так подозреваю, достаточно просто ткнуть какой-нибудь из кнопок Я нажму Вот это Оооо, да Ээээ, а меня сейчас То ко мне Теперь этот гигант требует надлежащего охлаждения Включите два главных вентилятора с помощью рычага на заднем вас Что? Защита от дурака, ну то есть от меня здесь стоит Это хорошо Это означает, что я нечаянно не убью самого себя Так, гигантские вентиляторы А мы можем как-то Ну почти, да? Блин, да Вот эта защита от дурака Не должна здесь находиться Дурак иногда должен допускать ошибки Иначе он никогда не перестанет быть Дураком Так, а вот отсюда теперь выбраться смогу Ээээ, аллоу? Давайте попробуем спрыгнуть здесь О, смотрите, кабина управления Мы кое-что нашли сами Бандура, вы понимаете Это настолько огромный механизм Что здесь есть собственные комнаты Комнаты Это, считайте, дом построен на колесах На машине, на экскаваторе Тут можно реально жить Тут можно зомби-апокалипсис пережить Найс И на той стороне Я представляю, знаете, вот Бежите вы такие Где-нибудь прячетесь Вот здесь на заводе От зомби там Ищите какой-нибудь лут Ну Естественно, этим мы конкретно и занимались бы Наступит зомби-апокалипсис И внезапно такая херня просто едет рядом с вами Какие зомби? О чем вы? Все системы находятся в работоспособном состоянии Перейдите в кабину водителя Запустите роторный экскаватор И доберитесь к месту добычи кремния Понял Ладно Самое время, наконец-то Управлять этой крошкой Вот мы кабину где-то внизу здесь видели Ладно, у меня есть другой вариант Какие ступеньки? О чем вы? Я же Вы Выпустите меня Ладно, пойдем по ступенькам Так уж и быть А то не ровен час И я тут и шею себе сверну Как бы мне вот этот голос намекал уже на то, что предыдущий оператор Был уволен Ну как бы типа уволен Но Что-то мне подсказывает, что он нифига не был уволен, а подох Ага Так Охо-хо-хо Здравствуй, крошечка Здравствуй Пип-пип Найс Все работает Все системы в норме Давайте И нам нужно доехать вон туда Снимем с ручника Поехали Хотя все Забирай свои слова обратно Нельзя на этой штуке пережить зомби-апокалипсис Даже самый медленный зомби будет перемещаться быстрее, чем я Быстрая перемотка Сейчас, когда роторный экскаватор находится уже в рабочем состоянии, мы можем начать добычу кремния и заполнить наши контейнеры Окей Запусти карьерный самосвал и двигайся к месту разгрузки ковша колеса экскаватора Не забывай следить за уровнем гидравлической жидкости Превышение максимального допустимого уровня приведет к аварийной остановке машины Вам придется выйти из машины и переустановить предохранителя Окей Кто-то смыл и не поправил этот поплавок в бачке, что ли? Извините Эх, фу, а запах-то какой отсюда идет Ужас Надо побыстрее А может... Знаете, насколько это обидно? Не, на самом деле я всю жизнь, насколько помню себя Пока вот был маленьким, мечтал покататься на вот таком огромном самосвале Но... И на этом я тоже хотел бы... Ладно Поехали Нет Ну, такое, нормально Следующее Да... Мне кажется лучше в музыке просто не найти... Не найти лучшей радиостанции. Так... Я могу уничтожать всё на своём пути? К сожалению, нет. Так, тихо, тихо, надо за дорогой следить. Кажется, меня сейчас уволят. Найс. Я добрался. Мы почти идеально припарковались, и ты решил все испортить? Он слишком радуется тому, что здесь происходит, по-моему. О, должно быть идеально. Йес. Теперь мы действительно можем начать копать. Садитесь в кабину оператора роторного экскаватора и запустите двигатель. Вообще легко. Изи. Так, а сюда меня уже не пустят, да? О, деточка, я вернулся к тебе. Папа к тебе вернулся. Знаете, что интересно? Интересно то, что я один оперирую всеми этими огромными машинами. Какой-то старый хрящ сидит и, видимо, по рации сообщает мне, что мне нужно делать. Мы что, последние люди на земле? Поэтому мы отправляем шаттл? Я, кажется, раскрыл сюжетную канву. Знаете, сам себе проспойлерил сейчас происходящее. Судя по всему, мы последние люди на земле. И, к сожалению, он не женщина. А как я туда должен? Окей. Запустите в режиме операторы, говорят мне. Вот, и мы, как в Интерстеллар, должны сейчас отправить... Куда мне вообще идти надо? Образцы ДНК на какую-то из планет. Где эти образцы должны... Вот, видите, почти как на Марсе только что было. Должны себя раскрыть. Что ж такое-то? А, там по другой лестнице теперь нужно пройти. Все, да. Хорошо, что я здесь пройти могу. Вот, и там все это должно развиться. А мы с ним, ну, мы помираем с ним тут. Спасая человечество. Вообще, конечно, отличная... Цель в жизни, да? Но лучше бы он все-таки был женщиной. Как-то чуть-чуть приятнее и веселее было бы умирать. Да ядрить, колотить, куда здесь идти-то? Запустите колесо и начните добывать руду. Но будьте осторожны. Чтобы свести потери руды к... Руды к минимуму, добывайте за один раз относительно небольшие слои почвы. Соберите тысячу тонн с руды кремния. Легко. Да как... Что за лабиринт? Вы хотите, чтобы я с голоду здесь сдох, что ли? Смотрите, кто нашел лестницу ни разу не спустя полчаса. А? Это я. Офигеть вообще. Вы понимаете, что... Как бы это могло бы быть вполне себе нехилым таким мостом. Между двумя берегами какой-нибудь, не очень большой реки. Но это... Это рукав... Или как это называется... Рука крана. Да? Где у вас здесь кабина? По-моему, где-то снизу должна быть. Ой-ой-ой. Аж сердце в пятки ушло. Так... Установить колесо. Ага. Снять колесо. Завести. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Э-э... Чек. Установить колесо. А, это означает запустить... Я по... Понял! Так, чё дальше? Вращение влево, вращение вправо. Ой-ой-ой. Ну давайте вправо. Э-э... К... Когда копать начнём, разбудите, да? Тьфа! Прирождённый просто добывальщик кремния. И там, говорят, типа, много не копайте за раз, да? О-о-о-о, как громко. А-а-а! А-а-а! А-а! И... И чё, мне теперь каждый раз нужно туда назад... А-а-а! Назад бегать и проверять, сколько там кремния, что ли? Ну вы, конечно, придумали. Упс! Помните, я говорил про то, что эта музыка лучшая музыка для того, что здесь происходит? Так вот, я не отказываюсь от своих слов, и горный король трепещет сейчас перед тем, что происходит. Смотрите, я ровными, крепкими зубами вгрызся в толщу в эту породу и выдёргиваю кремень. Отбирая его просто у местного короля. Я не знаю, чего он король. Король крепкий. Получи. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Я специально, ребят, не помолчал, чтобы вы прочувствовали всю эту атмосферу. потрясающую добычу руды. Но мы собрали достаточно сырой руды. Она была автоматически преобразована в пригодное для производства применения кремния. Вот охереть. Вот если бы в реальной жизни так же все автоматически превращалось. Спуститесь к месту разгрузки и загрузите рудой карьерный самосвал. Нормально. Загрузите 275 тонн обработанного обыванного кремния. Ладно. Все, все, все. Прощай мое колесико. Блин, как это было круто на самом деле. Знаете, это было монотонно, но просто посмотрите, что я натворил. Вот давайте вот отсюда видно, да? Вот это вот я. Сколько там? 10 метров? Сколько там? Вот это вот все я. Доволен собой могу возвращаться. Аж ноги заплетаются, знаете, от такого эпика. Ага. Вообще изи, смотрите. Главное не перегрузить наш самосвал и все будет замечательно. Кремний. Кремний. Можно в долину кремниевую этот все уже сразу везти на могилу Стива Джобса. 250. 260. Можно останавливаться. Там сейчас докатится чуть-чуть. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вернитесь в карьерный самосвал и транспортируйте руду в контейнер. Изюще. А я могу вернуться... Не-е-е. Я, наверное, себе ноги к черту матери переломаю. Не стоит сейчас рисковать, потому что снова копать мне что-то не очень улыбается. Мне, конечно, понравилось. Вот. Но иногда вот такое может произойти. Если я уже плохо себя начинаю чувствовать, упав с двух метров, то вы можете представить, что будет, если я грохнусь на вот эту вот груду кремния. Так. Привет, мой хороший. Я к тебе вернулся. Теперь надо все это не растерять, знаете? Отлично. Сняли с ручника. Куда ехать-то? Интересно. А разработчики игры знают, что в реальной жизни так не загружают любую руду? Ну, ладно. Давайте попробуем. Я надеюсь, я правильно стал. Она выгружается, где попало, а потом рабы это все переносят вручную в контейнер. О, похоже, рабов... Ну, да, я же забыл. Какие рабы? О чем речь вообще? Давайте, мои хорошие. Вперед, вперед, спасать планету! Ну, с таким энтузиазмом я уверен, что мы справимся великолепно. Женщину бы. Ну, хоть резиновую, мужик. Я молодец. После каждого рабочего дня кремниевые контейнеры должны храниться надлежащим образом. Ну, хоть об этом подумали. Молодцы. Мы используем мобильный экран для перемещения контейнеров. Паркуйте машину в указанном месте. Как всегда, вы можете использовать буксир Thags ZM, чтобы добраться до машинного парка быстрее. Thags Life. Ну, вы понимаете, да? Кто-нибудь... Кто-нибудь позовите Тупака Шакура, чтобы она объяснила зрителю, ну, в чем здесь прикол и ZM. А насчет ZM этого Гуфа позовите. Вот, Тупака и Гуфа позовите, чтобы они... Ладно, все, я, короче, умываю руки. Мобильный кран. Где? О! Вот этот вот я искал цел... На планете осталось два человека и один, один единственный встреченный мною туалет занят, собственно, этим самым вторым человеком. Ну, ты... Пошел ты. Где-нибудь, короче, оттали вон там за углом. Какая уже нафиг разница, правильно? Ха, на планете. Ммм. Оп. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на. Не-на-на-на. Не. Блин, ну там все то же самое играет. Давайте попробуем. Попробуем на этом радио посидеть. Где кран? Я хочу на него посмотреть. Покажите мне, где кран. Кран-кран-кран-кран-кран. Так. То есть контейнер нужно перестать... Ууууууу, дрифт. А за это очки дают дополнительные? А за... Короче, нам нужно переместить этим краном... и умеет не умеем умри там не убейся кстати похоже на атомную станцию небольшой переместите дед крепней куда-то дыр какой-то песни вот сейчас пошло ринку чё-то это радио тоже начинает правиться потихоньку жаль тут сигналить нельзя очень не хватает так мобильный кран вау мне кажется самое время подрифтовать вокруг крана под такую музыку и ага ага ого существенно я уже начинаю предвкушать происходящее тактика вышел отсюда охренеть но дорогие мои друзья если вы хотите увидеть продолжение и хотите увидеть как мы все-таки запустим этот чертов шаттл вот туда в космос и спасем нашу планету от вымирания и от того козла который в туалете закрылся я-то точно прокрадусь на этот шаттл вот шай вы чё думаете естественно я туда прокрадусь как же шай себя любимом то не здрасьте я могу на этом покататься я думаю мне дадут чуть попозже будем потом контейнеры наверно нем перевозить блин офигенно я на самом деле жду не дождусь а вот увидите в этом вместе со мной или нет зависит от вас пишите комментарии пишите как вам игра и конечно же ставьте лайки именно таким образом как всегда на нашем канале и будет дальше я буду дальше смотреть стоит ли продолжать а на этом пока все меня зовут мджи рамон великих вам свершений и мы здесь закончили пока